Графы Книгера задаются одним числом, числом n и числом k. Смотрите, рассмотрим n-элементное множество. 1, 2, 3, тогда вернее. И рассмотрим его всевозможные k-элементные подмножества. Например, если n равно 5 и k равно 2, то всего у нас не будет 10 штук. Надо сейчас их все выписать, потому что иначе мы не сможем нарисовать конкретно графа Петерсона. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 и 1, 5. Согласны? Но это не все. Что еще есть? 4. У меня идея такая, я все время прибавляю к единичке. Да, 1, 4. Сюда надо что написать? 2, 5. Согласны? Сюда надо написать 1, 3. И сюда надо написать что? 2, 4. Так вот. А теперь соединяем между собой не пересекающиеся множества. 1, 5 не пересекается с 3, 4 и с 2, 3. Чувствуете, что получается? Что это? Сильно. Здесь получается звезда. Так. А здесь получается что? Пятеоболь. Пятеоболь. Господа, вот эта картинка и называется граф Петерсона. Это регулярный граф. То есть каждая из его вершин соединена с одним и тем же количеством других вершин. То есть с тремя. И он устроен так. Есть у нас пятиугольник. Внутри есть звездочка. Давайте я попытаюсь рисовать. Пятиугольник пошли внутрь. И после этого здесь вот так вот рисовать. Понятно? Да. Я сейчас не буду здесь этим заниматься, потому что я очень тщательно это все вырисовывал на кружке для маленьких. У меня есть кружок пятничный, его видеозапись совсем скоро будет выложена. И там объяснена такая вещь, что если вы возьмете додекаэдр, ну, все ребра додекаэдра, да? И противоположная вершина додекаэдра, а это же действительно, то в таком случае получится в точности графа Петерсона. Это немножко увело бы нас просто в сторону. Ну, в общем, граф Петерсона, он в математике такой, что называется, известный. И самое лучшее, это вот вспоминать его, когда вы говорите про додекаэдра. Так вот, сейчас меня это не так интересует, потому что моя цель поговорить вообще о графе Кнезера. Сегодняшняя тема – это граф Кнезера, в частности, граф Петерсона. Что это такое? Граф Петерсона – всевозможное двухэлементное подмножество, множество из пяти элементов. Их всего 10 штук, вот они здесь все перечислены. И соединяем между собой те, которые не пересекаются. Легко понять, что, скажем, для множества стоящих двух чисел 1 и 2, таковых будет всего три штуки – 3, 5, 4, 5 и 3, 4. Так вот, давайте зададимся простой вопрос. Чему равно хроматическое число графа Петерсона? То есть, в сколько цветов, в какое наименьшее количество цветов мы должны покрасить вершины этого графа, чтобы соседние вершины были бы разного цвета. Сначала задаю простой вопрос. В один цвет можно? Ну, нет. Нет, почему? Потому что здесь его. Вот они должны быть обязательно разный цвет. Хорошо. В два цвета можно? Нет. Почему? Ну, потому что возьмем, например, 2, 5. 3, 4 будет другого цвета, 1, 4 будет такого же. Потому что здесь пятиугольник. У нас просто есть пятиугольник. А когда у вас есть цикл нечетной длины, вот представьте себе, что вы красите в два цвета. Скажу, вот это красный, синий, красный, синий и красный. И получили, что вот эти обе красные. Все понятно? Все. Значит, двух цветов не хватит. А вот теперь вопрос, а трех хватит? Оказывается, хватит. Есть способ просто сидеть с карандашом, лучше там с тремя карандашами разных цветов, отмечать, и у вас рано или поздно получится. Давайте я вам сейчас покажу, как это нужно сделать совсем просто, если пользоваться не спецификой, если пользоваться тем, что это не просто граф, а именно граф Кнезер. Смотрите, давайте я покрашу один цвет все вершины, в которых есть единицы. Один два, один четыре, правильно? Один пять. Один пять. И один три. Что? Один три. Один три. Опьем четыре вершины. Один два, один четыре, один пять, один три. Понятно ли вам, что они не среди нерёблые? Почему они не среди нерёблые? Потому что в них везде есть единица. А если в двух множествах есть единица, то они, конечно, пересекаются по этой самой единице. Хорошо. Теперь беру вот другой цвет и рисую все с двойкой. Ну, один два, то есть уже не будет, потому что оно уже окрашено. Рисую с двойкой. Два четыре. Два пять. И что еще? Два три. И еще два три. Смог? Смог. Они опять между собой не среди нерёблые, потому что есть двойка. Они пересекаются по двойке. Вот. А теперь посмотрите, пожалуйста, на то, что у нас осталось. У нас остались множества, в которых нет ни единицы, ни двойки. Это что такое? Это три четыре, три пять и четыре пять. Как вы считаете, они между собой среди нерёблые? Нет. Нет? И это будет третий цвет. Итак, кружочек, квадрат и то, что никак не объединено. Вот вам три цвета. Все понятно? Таким образом, грамматическое число графа Петерсона равно трём. Все понятно? Отлично. Теперь эта штука намного более интересная. Мы должны ровно то же самое сделать для любых чисел н. Это, собственно, и есть цель нашего сегодняшнего занятия. В чём здесь сразу будет беда? Если n и k брать более-менее большими, ну, например, n равняется 10, k равняется 4, то что будет 10 на 9 на 8 на 7 разделить на 24. Так, побыстрее мы уже рассчитаем. Это сократилось. Здесь сократилось. Да, 210. Вы понимаете, что нарисовать на доске 210 вершин и потом ещё не запутаться, какая соединена. Да, кстати, а с каким количеством вершин у вас будет соединена? Вот у вас есть четырёхэлементное множество. Поймём, что значит соединить ребром. Ребром мы соединяем с непересекающимися, так? Да. Непересекающиеся, значит, эти четыре не войдут. То есть войдут четыре элемента из шести. Это, значит, что такое? Это 6 умножить на 5 пополам. Правильно? Потому что сожжение, что они шести под. То есть это 15. То есть князеровский граф для чисел 10 и 4 – это 210 точек, каждая из которых соединена с 15 точкой. Вы понимаете, что даже эту картинку нарисовать выше человеческих сил. То есть 210 точек – это много. Если вы у них ещё в степени были бы равны двум или трем, можно было бы пытаться, надеяться, что это будет хорошо. Но когда 15 – это нереально. Значит, мы сейчас фактически сможем только рассуждать, что называется абстракт. И тем не менее задачу решить сможем. Сначала повторим то, что про граф Петерсона для любых чисел n и k. Понимаете ли вы, что если k больше, чем n полам, то граф Кнезера вообще никому не интересен? Если k больше, чем половина, то как устроен граф Кнезер? Там вопрос вообще нет ребер. Потому что когда у вас есть n элементное множество, и в нём множество, каждый из которых больше, чем половина, то они обязаны пересечиться. Просто в принципе рехли, да? Больше, чем n пополам, больше, чем n пополам, они не могут разместиться в этом элементном множестве. Поэтому по-настоящему нас интересует только ситуация, когда k не больше, чем n пополам. Потому что иначе просто граф Кнезер пишет, что есть, то есть k элементное подножие есть, а ребер в нём нет. Хорошо. Ещё один пример. Если k в точности равно половине, как тогда устроен Кнезерский граф? И чему равно его хроматическое число? Смотрите, есть n элементное множество. В нём половина элементов, это k штука, как устроено k элементное множество, которое с ним не пересекается. Там будет два цвета. Это просто вторая половина. Понимаете? То есть получается, что у нас Кнезеровский граф в такой ситуации это просто число сочетаний из 2k по k пополам отрезков. Все поняли? Просто потому что в 2k элементном множестве, если дано k элементное множество и оно не пересекается с k элементным множеством, то это просто дополнение дут. И всё, по-другому не бывает. Интересно, да, и хроматическое число чему равно? Двум. Двум. Потому что отрезок надо 2 цвета. Да? Да. Значит, давайте запишем такую табличку. Для числа 5 и для числа 2 ответ какой? 3. Ответ 3. Для числа 2k и для числа k ответ какой? 2. Ну, ничего. Замечательно. В принципе, если вы сильно хотите, то могли бы мы с вами нарисовать, знаете, ещё что? Князьерский граф для чисел 5 и 1. Не потому что он не сильно интересен, а потому что я очень хочу, чтобы определение по-настоящему подъема. Вот давайте. Князьерский граф для чисел 5 и 1. Кто скажет, что это такое и чему равно хроматическое число? Это полный граф на 5 вершин. Конечно. Конечно. Это просто полный граф на 5 вершин. Я вам больше всего того скажу. Если вы вообще возьмёте любое число n на число 1, то смотрите, речь идёт об одноэлементных множествах. Могут два разных одноэлементных множеств пересекаться? Или нет? Нет. Нет. Ещё, князьерский граф для n и 1. У него ровно n вершин, потому что одноэлементных множеств число сочетания из 1 по 1 это n. И любые два одноэлемента множества не пересекаются. это просто полный граф на эндрюшинах. Сколько же нам потребуется цветов? n, конечно. Надо все красить на н цвет. Хорошо. Вот такая вот табличка у нас. Ладно, давайте ещё. 4, 2. А, нет, 4, 2 это вот это. Неинтересно. Нет, всё, пожалуйста, я больше не хочу. То есть там просто при возрастании чисел очень быстро растёт количество вершин. Поэтому, пожалуй, я больше ничего не хочу рисовать. Пора уже давать оценку сверху на грамматическое число генерского графа. На самом деле она делается ровно так, как мы красили граф Петерсон. Вот смотрите. есть у нас н точка. Берём и красим первым цветом все содержащие единицу. Имеем право? Имеем право. Всё покрасим. Любые два множества содержащие единицу пересекаются, а значит они не соединены дипром в графе отнесены. Всё замечательно. Первый цвет корректно расставили. Понимаете дальше, что будет? Вторым цветом красим те множества, которые ещё не покрасили. То есть единицы там нет. А двойка там есть. Там третий цвет, четвёртый и так далее. Теперь вопрос. А в какой момент мы остановимся? Вот давайте вспомним. В графе Петерсона мы когда остановились? Н-1. Когда остались множества, любые два из которых пересекались. Помните, у нас там остались такие 3-4, 3-5, 4-5. И мы все покрасили в один цвет. Замечательно. Когда речь идёт о к-элементных множествах, вот сколько их должно, сколько должно остаться элементом, чтобы здесь любые два пересекались? К-плюс один? К-плюс один? К-плюс один? Да вы что? Можно гораздо больше. Сколько точек надо максимальных точек мы возьмём, чтобы когда вы берёте из них какие-то к и другие к, чтобы они обязательно пересекались? В какой момент остановимся? Слушайте, я бы даже картинку рисовал. Вспомните, пожалуйста. Когда есть множество на двух к-элементах, то там к каждому к-элементному есть единственное к-элементное дополнение, так? То есть 2к нельзя. А сколько можно? 2к-1. Конечно, 2к-1. Поняли? Да. Если у вас есть 2к-1 точка и вы пытаетесь среди них выбрать два раза к-точек, и чтобы не пересекалось, то вы обнаруживаете что-то невозможно. Потому что когда у вас 2к-1 точка и вы выбрали к, то осталось только к-1 точка. А из них уже к-1 больше. Значит, в тот момент, когда останется 2к-1 точка, все к-элементные подмножества можно будет красить в один цвет, потому что все равно любые двоих пересекаются, а значит не соединены ребром в график незвы. Запомнили? Хорошо. Если всего было n почек, а здесь 2к-1, сколько почек будет здесь? n-2к-1. Ура! n-2к-1. n-2к-2. И мы отличили замечательную формулу. Хроматическое число графа Незер не превосходит n-2k-2. Объясняю, откуда берется n-2k-2. Один цвет для всех, что содержит кинницу. Второй цвет, что содержит двойку, но не содержит единицу. Третий цвет и так далее. n-2k плюс первый цвет для тех, что содержит это, не содержит предыдущего. И еще один цвет на все к-элементные подножия вот это множество. Дошло? Значит, в столь красок мы красим умение. Теорема. На самом действие краски на самом деле способ покраски, который для петерсона сработал, который здесь я объяснил, он сам лучший. Он дает наименьшее возможное количество цветов. На самом деле хроматическое число равен n-2k и плюс 2i. Как это доказывать? Я сейчас должен сказать эту вещь совершенно удивительную. Оказывается, доказательство этой теоремы использует топологию. А именно использует понятие открытое множество, замыкное множество и теорему Борсука-Улама. В науке это делали мучительно долго и окончательно доделали до варианта, который можно, как видите, рассказывать школьникам. Я не помню, то ли в 2005, то ли в 2010 году. Вы уже жили, да? Это сделал какой-то там студент. До этого большое количество именитых людей, вовсе не студентов, этим всем занимались. Ну и вот в результате длительных усилий довели это дело до ситуации, когда это можно рассказывать даже школьникам. Во всяком случае, формулировку задачи вы все помнят, правда? Да? Что такое кратная зель? Отлично.